Ребят, всем привет! Меня зовут Елена Райтман и добро пожаловать на мой канал! Если вы еще не подписаны и издалечаются нашей огромной 5 миллионов семьи, то скорее подписывайся, потому что мы тебя ждем! Я не знаю, смогу ли я все видео выдержать на кровати, если что я перемещусь, потому что я вчера была на массаже, вот у меня очень сильно спина забита из-за того, что я за компьютером монтирую, сижу много. И она мне так намассировала, что просто я не могу ни спать, ни лежать, ничего, мне даже не дотронуться до спины, так что если мы переедем с вами, то ничего страшного. А у кого-то сегодня будет интересный день, а кто это у нас собрал смотреть проверочку на верность? Че, как думаете, пройдет наш парниша проверку? Или не парниша? Или это девочка? А может это одновременно мальчик или девочка? Думаю, вы уже заинтригованы и пора бы мне начать, но как же я могу пройти мимо и не порекомендовать свой телеграм-канал? Если вы хотите заказать проверку на верность, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, там есть специальный бот, куда вы можете отправить запрос. Проверка на верность. Че? Но я не буду вас долго томить и зачитаю, собственно, запрос. И почему же я сказала, кого мы будем сегодня проверять, мальчика или девочку, непонятно. Привет, Лен. Наставлю на том, чтобы ты проверила моего парня. Потому что я стала переживать за свою жизнь. В начале отношений он был другим, не думая, что я с таким бы связалась. Он очень экономный, очень, очень. Я не говорю о экономии, когда если мы еду не доели в кафе и он забрал с собой. Все намного хуже. Он покупает продукты только в плохих магазинах. Их у нас называют просраки. Просраки? Там продается просрочка от одного до пяти дней. Я уже это читала, конечно, но до сих пор в шоке пребываю, когда заново прочитываю. Есть и хорошие продукты, но не товарного вида. Скрытые или поврежденные упаковки, у курицы, например, обертка порвана. Он говорит, что такие продукты стоят в два раза дешевле и их безопасно кушать. А типа срок годности для дебилов, да, пишут. Ну, как бы, а зачем он вообще нужен, да, нам, если мы будем есть просраку? Это же ужас какой-то. Это в первую очередь небезопасно для твоего собственного здоровья. И есть еще одно. Он разводит мужчин на деньги. Притворяется девушкой, общается с ними и просит деньги на подарки. Я не знаю, как на это реагировать и думать. Просила его бросить это, потому что мне неприятно. Но он не хочет. Говорит, деньги хорошие. Мне противно, что он для этого использует мои фотографии. Вы поняли, да, что происходит? Ты используешь фотографии своей девушки для того, чтобы разводить мужиков? Трэш! За свою жизнь боюсь, потому что один раз ко мне в магазине подошел мужик. Схватил меня и стал трясти, требовать денег. Оказалось, что он его разводил. А он узнал меня по фото. Я боюсь, что такое может повториться. Да, конечно. Ты, во-первых, занимаешься, я так понимаю, незаконными делами. Я не знаю, опять же, переписки, но если она говорит разводит. Развод это уже незаконное что-то, да? Понятное дело, что девчонка опасается за свою жизнь. А если попадется какой-то неадекватный? Ее он не будет просто трясти, а пойдет по головушке и треснет, и все. Она вообще была ни при чем. Потом иди доказывай. Кому доказывать, когда ты уже там будешь? И он свою девушку такой опасности подвергает. Мне нужна не только проверка на верность. Проверь, он адекватный? Да что тут проверять-то? Где он адекватный? Из всего, что я прочитала, тут адекватность даже не пахнет. Не пахнет адекватностью. Ну-ка. Вообще не пахнет. Безопасно с ним встречаться. А что нет? Он жрет просраку. Очень безопасненько. Он твои фотографии использует на левых мужиках. Деньги у них отзабирает. А тебе потом мужики приходят оттрясти тебя. Конечно безопасненько. Возможно его переубедить и покончить с этим. Он есть везде, но тебе, я так поняла, нужен именно телеграмм. Найди его по номеру. Я не понимаю одного. Человек разводит мужчин на деньги. То есть у него деньги есть. Почему он тогда кушает просрочку? Либо он просто какой-то жесткий желоб. Кстати, я знаю таких жестких желобов. Я не знаю, рассказывала вам про свое самое худшее свидание или нет. Когда ездила снимать рекламу в Москву, там познакомилась с парнем, который собственно эту рекламу курировал. Парень нормально зарабатывает, сразу уточню. Я вернулась в Питер и он такой, ты мне так понравилась, я хочу с тобой еще раз встретиться. Просто подружески погуляем. Угу, подружески. Клеился он ко мне, сразу я поняла. Угу. Я была занята весь день, ответа у моего не дождался и вечером смс. Я типа уже приехал в Питер. Встречай меня. Мама меня уговорила пойти на встречу. Мама моя совесть. Говорит, Леночка, ну так же нельзя. Ну мальчик приехал специально из Москвы к тебе. Ну хотя бы на часик встретиться. Я называю свою маму моя совесть. Поэтому она умеет меня переубеждать. Встретилась я. Конфеты он мне подарил. Вы когда-нибудь пробовали самые дешманские, стремные, невкусные, отвратительные конфеты? Вот примерно такие. Мне кажется, он пришел, просто самый дешевый выбрал и взял. Кто будет говорить, что дареному коню зубы не смотрят? Ну знаете ли, мой организм тоже не помойка. Если конфеты отвратительные, я не хочу их кушать. Ну зачем? Но как воспитанный человек, вида я не подала, никому приняла этот подарочек. Думаю, ну покажу тогда ему Питер. У меня бзик, да? Поняли уже, показать Питер людям. Поехали мы что-то в Петергоф. В парк вот этот фонтан, все красиво. А в парке, вы знаете, все дорого. И вот что-то мне захотелось кофе. Люблю кофе. Мы зашли в какую-то кофейню, ну я думала сама расплатиться. Он говорит, я мужчина, я угощаю это свидание, это что-то такое. Я думаю, уже свидана, в дружеском встрече пригласил свидание. Ты когда это решил? Чего он меня не предупредил? И вот значит заказывает он мне кофе. Кофе стоил дорого, 300 рублей, вот такой вот стаканчик. Ну оказалось, что это кофе был еще и паршивый. То есть он, знаете, три в одном, растворимый. Очень невкусный. Я для приличия пару раз попила, ну и такая оставила на столике и пошла. И вот тут начинается капец. Ты что кофе-то с собой не берешь? Да спасибо, я что-то больше не хочу, напилась я. В смысле напилась я? Он 300 рублей стоит. Пей давай. Да он невкусный, я попробовала, не хочется мне такой кофе. Что значит невкусный? Ты просто сахара туда не добавила. И он берет мой кофе и начинает туда добавлять сахар. Но для того, чтобы добавить сахар, нужно открыть кофе, так сказать. И он открывает и видит, что там не до конца долит он кофе. Ну то есть там вот столько не долито до краев. Он начинает возмущаться, начинает гнать на продавцов, что какого хрена вы не долили кофе. Стаканчик вот ровно столько вот и должно быть кофе. Я стою краснее, думаю, как мне отсюда свалить. А это еще не Питер, это другой город, это Петергоф. То есть это приближенно к Питеру. Мне так просто, знаете, домой не утопать. Я стою, мне стыдно. Он психует, психует, психует. Потом он подходит к этой штуке, где сахар добавлять. Там стоял чей-то использованный стаканчик. Там была уже чья-то помада. Он трясет вот так вот этот стакан, открывает его и выливает кофе, который кто-то не допил. В стакан смотрит на продавщицу и с миной победителя уходит из кофейни. Взгляд продавщицы автоматически переключился на меня. И я стою. Я понимала, что про меня думают. Вы представьте, он чей-то недопитый кофе вылил в этот стакан и стал пить. Это же насколько не гигиенично. Вышли мы, значит, из этой кофейни. Мне кажется, надо было отдельное видео про это снимать. Извините, пожалуйста, ради бога, если вам эта история не интересна, я вам рассказываю. В общем, мы вышли из этой кофейни. Я иду молча, я не знаю, что сказать на это. Мне просто не хочется находиться рядом с этим человеком. Особенно видя, как он пьет из этого кофе, который кто-то не допил. И вспоминаю всю эту историю. Расслабляюсь, вижу красивый вид. Там финский залив. Решаю сфотографировать. Он такой, на, стаканчик кофе, сфотографируй тоже вместе. Я думаю, чел, да господи, боже мой. Мне что этому кофе за 300 рублей, который ты на меня потратил, алтарь, может быть, сразу возвести. Я не хочу вступать с ним в конфликт, потому что видела, как он орал, вопил, вот что, ему столько не дали ли. Я думаю, тут еще при всех на меня начнет гнать. Думаю, ладно. Сфотографировала, в общем. Выставила в сторис. Но мне еще не повезло больше. Это заметил хозяин кофейни. Это, типа, сеть была кофейни. И они выставляют в свою группу ВКонтакте, что Елена Райтман пьет наше кофе. Они просто меня отметили, и мне пришло уведомление. Знаете, почему мне не повезло? Он стал писать этой кофейни, что раз вы выставили, что там Елена Райтман пьет у вас кофе, типа, этого придает вам якобы стильности, то тогда верните 300 рублей назад. Я кофейни написала, ничего возвращать не надо, забейте он, если я не знаю, кто это чокнутый. Короче, такая жесть. Я понимаю, что экономить надо, но экономить надо не всегда. Раньше я многое покупала в убыток. Например, первый свой мак, программу для монтажа. Я шла в минусы, занимала деньги. Жаль, что я тогда не знала о кэшбэк-фесте от Тиньков. И фраза, чем больше тратишь, тем больше экономишь, уже не звучит, как сказка. А вместе с кэшбэк-фестом от Тиньков тем более. Такое мне для вас подготовили. Если расскажу, так вы к ним сразу побежите, видео не досмотрите. Но не поделиться не могу. На момент фестиваля тебе ждет кэшбэк от партнеров аж до 70%. А призовой фонд фестиваля миллион рублей. И всего будет 9 победителей. Как принять участие в фестивале? Все очень просто. Заходим на страничку с офферами от партнеров Тиньков и совершаем покупки по акции на сумму от 5000 рублей. Готово? Вы стали участником розыгрыша. Но и это еще не все. Каждый, кто совершит от трех покупок у партнеров фестиваля, гарантированно получит двойной кэшбэк в течение следующих трех недель. И это офигенно. Мы каждый день совершаем покупки. Но покупая через Тиньков, эти покупки будут в разы выгоднее. А если у вас еще нет карты Тиньков Блэк, то сейчас самое время ее приобрести. Знаете, какие еще плюшки она дает? Кэшбэк до 15% на 4 категории трат из 7 предложенных. Их можно выбирать каждый месяц. Кэшбэк настоящими рублями, а не бонусами. Бесплатный перевод из карты на карту и по номеру телефона. Скорее оформляй карту и участвуй в кэшбэк фестиве от Тиньков. Поспеши. Слайд продлится до 2 апреля. Ссылку я уже оставила. Загляни в описании под видео. И помни, сэкономил, значит заработал. А вот что касается ее истории, она меня просто в какой-то тупик поставила. Я ей пишу, господи, скажи, что это постанова. Что ты ради того, чтобы в видео попасть это придумала. Не дай бог, она реально встречается с таким парнем. Вот никому не пожелаешь его. К сожалению, это моя жизнь. Ну и что ты так живешь? Ну вот скажи, любовь, любовь. Ну нужно же думать о себе. Если ты о себе думать не будешь, то кто будет думать о тебе? Неужели такие парни реально существуют? На здоровье экономить нельзя, а продукты это равно здоровье. По поводу твоих фотографий это вообще ужас. Ты ему давал разрешение на их использование? Какого фига он берет ее фотографии и использует? Чтобы тлеть мужиков, разводить на деньги. Я не разрешала, и он бы не сказал. Я сама случайно узнала, и тогда он признался. Классно, еще за спиной ее это делает. Он очень хороший манипулятор, смог бы говорить меня. Он меня специально фотографирует в провоцирующих позах, чтобы потом эти фотографии им отправлять. Я не знаю, что мне делать. Ну, короче говоря, ты в итоге согласилась, да, на его авантюру. Не знаю, какими там манипуляциями он промышлял, но... Ну, зачем, блин, согласилась-то? Что из этого вышло-то в итоге? Тебе же само это не нравится. Зачем идешь против того, что тебе не нравится? Ущемляя себя, свои права. Бежать! Только бежать! Вот что надо. Не знать, на что делать. Да, может быть, я сейчас жестко говорю. Ну, девочки, если мы сейчас ее не спасем, она реально останется с таким парнем. Ну, надо спасать девчонку. Мы много раз расставались, но не выходит. Согласись, проверьте его, пожалуйста. Я это проверю. В костюме лягу, но сделай так, чтобы он не прошел проверку. Вот отвечай. И знаете, что мне пришло в голову? Я хочу его проверить не только как девушка парня. Он же разводит мужчин. А почему бы мне еще не пообщаться с ним в роли мужчины? А он в роли девушки. Ну, то есть я буду притворяться мужчиной, он будет притворяться девушкой. Жесть, как все запутано, да? Хорошо, я проверю его. И у меня интересная задумка появилась. Я хочу проверить его как девушка и как парень. Мне просто интересно, что он вешает парням на уши. Как можно это сделать? Где его найти как девушку? Она скинула мне его женский аккаунт. И сейчас мы будем писать, знаете, кому? Линда. Он себя Линда назвал. Единственное, что фотографию его аватарку я замажу, потому что на ней моя подписчица. Я не хочу светить лицо своей подписчице. Не хочу, чтобы она замарала свое лицо в этой истории. Поэтому мы ее замажем. Проверка на бедность. Че? Привет, какая красивая фотография. Привет, спасибульки. А кто ты такой? Ценитель красоты. Не возражаешь познакомиться? Я притворяюсь турком. Ну, потому что мне показалось, что это самое идеальное будет для него жертва. Надо узнать тебя. Сколько тебе лет? Сколько мне лет? Он просто показал, что ему вообще насрать, кто ему пишет, кого разводить. Знаете, когда тебе кто-то пишет, ты как минимум заходишь на профиль человека и листаешь фотографии, да? Ну, у меня аватарки же есть. Турка одного. Красивый, кстати, турок. По идее, ты должен был зайти и посмотреть на фотографии. И увидеть в био. А если он этого не сделал, значит ему вообще абсолютно насрать. В био все написано про меня. Бизнесмен из Турции. Я не знаю, как его озвучивать. Я понимаю, что он переписывает спарды. Как озвучивать? Бизнесмен из Турции. О, нормально. Мы сейчас с подругой сидим в кафе. Не хочешь закрыть наш счет? То есть, если турок, то ты сразу резко переходишь к делу, да? Бабки сосать. Для начала я бы хотел понять, стоишь ли ты того, чтобы я тратился? Я замажу эту фотографию. Я так понимаю, тут опять подписчица. Я тебе уделю свое время. Почему бы тебе меня не отблагодарить за это, милый? Ты можешь таким девушкам оказать? Оказать? Отказать, грамотиты. Я могу. Могу. Красивые. Но я настаиваю, надо узнать друг друга. Я бы не просила, если бы могла. Просто мы с подружкой много заказали, и нам не хватает. Могли, пожалуйста, и спаси нас. Что тебе со словами оказали, могли? А если ты, блин, сидишь в кафе, так рассчитывай по своему бюджету. Какое кафе? Че ты кому-то париваешь? Ты в просрочеку ходишь. Какое кафе? Ты в кафе не ходишь. Там просрочку не подают в кафе. Ну, я надеюсь. Интересно. А зачем заказываете, не посчитав, хватает ли вам? А мы случайно? Мы больше так не будем, честно-честно. Поможешь? Я напоминаю, что это пишет парень. Поц. Смогу. Только через часа два-три. Раньше никак. Надо просто сразу слиться с вопроса денег, потому что перечислять вот это, мол, мужико, я не забираю средства. Нужно как-то оттянуть этот момент. Спасибо! Спасибо! Ты единственный, кто пришел на помощь двух хрупким девушкам. Ага. Ты да, хрупкая девушка, да? Расскажи, какой у тебя бизнес? У меня свой люксовый бренд одежды в Турции. Люксовый? А как называется? А не хочу бренда никакие впутывать в это. Я бы не хотел говорить. Я хочу светиться, если понимаешь. Чаще всего со мной за денег. Намеки понимаешь? Ненавижу меркантильных людей. Именно поэтому ты притворяешься девушкой, да? Потому что людей меркантильных ненавидишь, да? По мне, ты очень интересный человек. И с тобой в кайф общаться. Фу. Мы толком не общались. Откуда ты знаешь, кайф или нет? Ну, мне так кажется. Как думаешь, мужчина должен платить за даму? Слышь, дама с сюрпризом. Кролик ты пасхальный. Киндер сюрприз. Давай тут мне это вот. Понятно? Конечно. Я жадный, где все пополам. Ой, не тебе-то уж говорить про жадность. Не тебе. Мне поражает, вот как люди осуждают то, что делают сами. Вот как такое возможно? Вот скажите, как такое возможно? Если это твоя женщина, то, конечно, ты должен платить. У тебя есть молодой человек? Пишу, парни, у тебя есть молодой человек. Класс. Я еще того самого и с кем попало не общаюсь. А у тебя кто-то есть? С кем попало не общаешься? Однако даже фотографии мои не посмотрела. Тебе было вообще плевать, кто я, что я. Я тоже одинок. Я волк-одиночка. Мы можем помочь друг другу. Ты мне помочь никак не можешь. Как? Я сделаю твои дни более насыщенными. Буду слушать тебя. Делать, что хочешь. А ты радовать меня. Надо закругляться, мне страшно. Как тебя радовать? Подарочки. Денежкой помогать. Хочешь моя фото в халатике кружевном? Нет, не хочу. Тебе не пойдет кружевный халатик? Мужик, ты че? В натуре. Надо написать хочу. Хоть бы не прислал. Хочу. А я хочу сумочку новую. Вышли мне денег, и я сводкусь в халатике с сумочкой. Или только с сумочкой. А подождите. Подписчица говорила, что он использует ее фотографии. То есть, получается, моя подписчица будет такие фотографии делать? С сумочкой. С одной сумочкой. Без всего. Давайте ей напишем. Можно вопрос? Он мне предложил фото без халата. Ну, ты поняла, какое. Ты делала для него такие фото? Если она сейчас скажет, что да, она, я не буду проверять. Потому что это получится, что два сапога пара. Согласитесь. Я просто не полезу в отношения. Иначе... Помните предыдущую пару, да? Когда девушка попросила парня проверить? Я проверила. В итоге я еще и виновата осталась. Если такая же ситуация, то это типа такой же пары будет. Я не стану их... Нет, что ты. Он в приложении каком-то это делает. Лица меняет. А, ну слава богу. Тогда получается, она тут ни при чем. Но все равно, жесть. И ты так нормально, спокойно про это говоришь. То есть, твой парень берет какую-то из интернета девочку. Без всего. Берет твое лицо. Прикрепляет к этой девочке. И тебе это нормально? Что тебя вот так вот использует твой собственный парень? Это нормально тебе? Ты как бы должна понимать, кому он присылает эти фотографии. Что получатель делает, смотря эти фотографии. Приятненько? Кайфовенько? Ну, слушай. И типа ты спрашиваешь, а что мне делать? А мы расставались, но не получается. А безопасно ли с ним встречаться? А проверь его на верность. Ты серьезно? Да даже если он пройдет проверку, что тебе от этого? Ты реально хочешь с ним быть? Гений на Валере. Понятно. Она мне... Ой, она. Он мне написывает. Думаешь? Думаю, что у тебя крыша едет, иди отсюда, мужик. Фу, звонная работа. Позже напишу. Я просто не хочу больше с девушкой. Давайте сразу к парню перейдем. Возвращайся, ты мне еще счет обещал закрыть. Я тебя закрою. Так не счет, а что-нибудь другое. Проверка на верность. Че? Ладно, предлагаю писать нашему Валере. Именно так зовут. Линду. Или как там? Все. Маски сняты, начинаем переписываться нормально. Привет. Привет. Цель переписки? Пока просто познакомиться. Имеются возражения? А как нашла меня? Это все странно. Через общих знакомых. Увидела тебя на улице, понравился и спросила твой контакт. Сначала хотела написать, увидела тебя типа в кафе, либо где-нибудь еще, потом поняла. Не тот случай, навряд ли он в кафе уходит. Ты из Батайска? Конечно, дорогой. Да? А кто дал мой номер? Что за допрос? Знакомься с девушкой молча. Или он боится? Думаю, что не вычислили его те мужики, которых он разводил. Человек, заст мне слова не говорит. Не могу его подвести. Ни разу не видел тебя. А то есть теперь ты смотришь, да, мои фотографии? Ммм. Ну, кстати, заодно так очень легко проверить. Я просто для удобства всегда пишу мини-информацию про себя, да, в био. Потому что если половина переписки будет, а сколько тебе лет? А из какого ты города? И вот так далее, и так далее, и так далее. Ну, это скучно. Сразу переходите к делу. И чаще всего, как раз таки, когда люди переходят смотреть фотографии, кто им написал, они там уже всю информацию обо мне и видят. Главное, что я тебя видела. Что-то, знаете, он с пацанами такой уж и общительный, да, как с девушкой. Ну, понимаю, что выгоду никакую не получат. Ты неразговорчивый. Всегда такой. По жизни. Когда в девушку переплощаешься, ты прям светско-общительная львица у нас. Ну, хотя какая светская? Ну, короче, общительная это у нас. Может, просто знакомиться не хочешь? Почему? Ну, не знаю. Может, у тебя девушка есть, а она против? Что, девушка есть? Довлю, нет. Так есть девушка? Есть. Прокинься, он еще верным окажется. Так, блин, да и чувствовод, даже если он окажется верным. Нафиг такая верность нужна-то, блин. Ужас. Да просто на него реально другая не поведется. Подписчица каким-то чудом, юдом повелась. Ну, вот. Я просто не люблю в интернете знакомиться. Предпочитаю общение вживую. Непонятно, кто сидит там и пишет тебе. А вживую лучше. Действительно, непонятно, кто там сидит и пишет тебе. Вообще непонятно. Всякое же в жизни случается, да? А вдруг ты думаешь, что переписываешься с милой девушкой? А это парень, мужик. Всякое случается, действительно. Ты прав, непонятно. Или ты переписываешься с девушкой? Это блогик, который все снимает на видео. Непонятно. Так, давай вживую познакомимся. Договор. Как договор-то, когда у тебя девушка есть? Тебя девушка не будет против? Она на работе. Ага. Ну, если на работе, то сразу автоматически не против, да, становиться? А ну, понятно. Так, куда пойдем? В парке погуляем. А кто сомневался, да что? Ни кофе, ни ресторан, парк. Куда парк? Холодно на улице. Холодно. Сейчас холодно для парка. Не находишь? Мне показывает 4 градуса. Да. Пойдем по парку гулять. Чего ты реигрался? Ханаш. Я же себя хочу в жопу отморозить. Вот именно. Нормально. Цеплее оденься. Вот ты жмот-то. Я думала, может, в кино или в кафе. Лучше в парке. Но в парке-то платить не надо ни за что, да? Ой, жмот. А так посмотрели бы фильм. Покушали попкорн. Кайф. Давай воздухом свежим подышим. Кайф. Все, что связано с деньгами, сразу он улетучивается. Мне кажется, он не изменит хотя бы потому, что он очень жадный. Но понимаешь, что на новую девушку нужно тратиться. А он этого не вводит, поэтому он не будет изменять. Давайте проверим. Вот знаю, что сейчас могут быть комментарии. Лена, ты не права. А вдруг человек просто любит вот этот вот свежий воздух, гулять. А вот эти все кафешки, ресторанчики, кинотеатры не любит. Проверим. Магическим образом у меня оказались в кармане два бесплатных билета в кино. Вот пойдет он со мной или нет, когда это все будет бесплатно. Просто работаю в кино, и мне сертификат дали на работе на поход в кино. Я уже знаю ответ. Ваши ставочки. Загласился он на кино или нет? До трех считаем. Раз, два, три. Тогда пошли в кино. Ой, как свежий воздух, вдруг резко нахрен не нужен бесплатный это да. Как быстро ты отказался от свежего воздуха. Сертификат потеряешь. Лучше сходить. А теперь я опять хочу его на крючок взять. А че? Обожаю ставить человека в неловкое положение. Ну не то чтобы обожаю, но короче такого очень обожаю. Окей, с меня билет, а с тебя попкорн. Да вот он мне купит попкорн. Вот. Жаба задушилась, купить что-то мне. Там гадости знаешь сколько намешано. Вот эта шарманка там гадости. Вот это. Я лучше бутерброды принесу. Так и вижу картину. Приходим мы с ним в кино. Он достает с алфановым пакетик с бутербродами. Там уже майонез стекает нафиг. Ну а держи и ешь. И мы сидим в кино бутерброды едим. И на нас ведь зал как на дебилов смотрит. Класс. В кино прихожу я. В первую очередь пожрать попкорн. Слишком откровенно сегодня. Ну не могу я без попкорна. Еще знаете, обожаю делать половину сырного, половину карамельного. Потому что если брать такой или такой, то он приедается. А вот так вот получится, где берешь и ешь как пола. И теперь ваш сыковый. Я хочу в кино. Ну вот с таким мужиком ты никогда не окажешься в кинотеатре. Не знаю даже. Я не очень люблю бутерброды. А, понятно. Тогда себе возьму. О, джентльмен, девочки, хватайте. Сейчас я его рассолю с подписчицей, они разойдутся. Девочки, свободный мужик. На летаем только в очередь, пожалуйста, встаем. А мне попкорн. Я продолжаю его вставить в неловкое положение. Ну, если хочешь, купи. Но я говорю, там гадости намешаны. Ты не сходи с тем, что значит, если хочешь, купи. Ты мне купишь его. Я думала, ты мне купишь. Свидание же. А, понял. Ты из этих, да? Из кого из этих? Каких этих? Которые на бабки ведутся. Пытаешься меня развести. Знаю эту схему лучше тебя. А мы и не сомневались, что ты знаешь эту схему лучше меня. Ты сам эту схему промышляешь, да? Линдочка. Линдок. Линдета. Откуда ты ее, интересно, знаешь? Меня на это не подловишь. Ищи себе другой кошелек. Да если бы мне нужен был кошелек, да я уж точно к тебе бы не обратилась. Ой. Ты про что вообще? Ты из меня бабки вытрясать пытаешься. Офигеть. Слушайте, давайте вот без шуток сейчас. Я говорю, что у меня есть два билета в кино. Все, что просится у него, это купить попкорн девушке. Капец. Бабки вытрясываю, да? Жесть. Ужас какой. Валера, с меня билет в кино, с тебя попкорн. Где я бабки с тебя вытряхиваю? Ха-ха. Продажная. Слита. Причем тут ха-ха? У тебя с головой бубо? Слита. Я заскринил нашу переписку. Жди слив на тебя в группа города. Ха-ха-ха. Гений Валера. Это будет самослив. Там скорее самослив будет гений. Слита. Овца. Слышь? Баран. Пыталась вспомнить овца мужского пола, как называется. Кстати, а как называется дочь овцы или сын овцы? Овечка. У меня бывают с этим проблемы. Я такая, дочь лошади как зовут? Как зовут дочь лошади? Пони я знаю. Ну знаю я, просто ну. Бывает, что забываю. У меня память плохая. Ладно, минутка позитива закончилась. Давайте писать Валере. Валера! Валера! Память плохая, я не помню, как дальше. Что вы от меня хотите? Валера, ты предел мечтаний любой девушки. На кино сходить? Только за счет девушки? Попкорн купить. Не, лучше бутерброды. Не любишь бутерброды? Продажные. Вот так, по сути, и случилось. Я просто попросила попкорн купить, а он меня назвал продажной. Что за нафиг? Слита, слита, слита. Лечись, Валера. Лечись. С-Л-И-Т-А П-А-Ш-О-Л-Н-А Ютуб, я не договорила? А, не додумали. У нас, помните, связь космической, кармической, короче, вы знаете, да? Силикинез, поняли, что я имела в виду? Ну что сказать-то вам? Тут уже дело даже не в том, прошло проверку или нет. Надо спасать, девчонку. Я не знаю, подействует этот текст на нее или нет. Сейчас зачитаю вам его. Проверка закончена. Я писала как с парнем, так и с девушкой. Мой вердикт. Он слишком жадный, чтобы изменять. Он позвал меня на свидание, но после того, как узнал, что нужно купить попкорн, сказал, что я продажная. Ты не спрашивала мой совет, но я скажу. Бросай его. Он использует твои фото, чтобы клеить парней. Фотошопит твое лицо на тела других девушек. Ты реально о таком парне мечтала? Ты правда хочешь с таким человеком семью? Это же стыд и позор. Тебя просто используют. Пускай бежит, девчонка. Страшнее всего будет, если она останется. Мне кажется, уже после отношений с таким человеком появятся психологические травмы. А если дальше, то еще хуже. Пускай бежит. А дальше что? А дальше он реально может ее начать заставлять видео снимать, еще что-то. А почему нет? Если она говорит, что он хороший манипулятор. Он еще неадекватный человек. Я не хочу этого. И я не знала, что он до сих пор так делает. Он мне говорил, что перестал накладывать мое лицо. Про Покорта писала. Это такая жиза. Он меня никуда не водит. Только если погулять. В парк. Из подарков только шоколадку дарил. И все. Я заметила, что перед праздником он всегда ссорится со мной, чтобы ничего не дарить. А сразу после мирится. Почему? Я не удивлена. Я не буду предлагать простить или отомстить. Предложу только отомстить. За продажную я буду мстить. Понимаю, он обидел тебя. Меня он постоянно обижает. Мстим, Леночка, девочка. Мстим, Мстим, Мстим. Еще как. У меня столько планов. У меня столько вариантов в голове. Что же такое выбрать самое жесткое? Но это надо подготовиться. Я ушла готовиться. Но для вас это следующий кадр. Я думаю, что после всего, что было, вы прям ждете, не дождетесь вместе. Эту месть мы готовили вместе с моей подписчицей. Потому что так было намного проще. Пишу я ему со страницы парня. Не с того, с которым он до этого переписывался. Новый парень, другой. Ну что, Линда? А точнее, имя, фамилия, отчество. Вот ты и попался. Думал, самый умный. И способен меня кинуть. Тебя пробили и вычислили всю информацию. Заявление коллективное от пострадавших уже готовится. Готов присесть на парочку лет. Я решила начать действовать с того, что якобы его вычислили. Вот эти вот парни, которых он разводил. И готовят, собственно, иск против него. Ты про что? Валера мой брат. А как ты про него узнал? Все еще пытаются играть и думают, что так легко отделается. Как я и сказала, мы вместе с подписчицей готовили эту месть. И были всегда на связи. Так что я знаю, что у него нет сестер. Слушай, Потс, с тобой в детский сад никто не играет. Ты правда думаешь, что органы не в состоянии пробить твою семью? Никакой сестры у тебя нет. Я говорю правду. Все еще строит из себя девушку. Не сдавайся, это даже хорошо. Задачу ложных показаний еще больше дадут. А когда тебя еще заставят выплатить все средства пострадавшим, плюс моральный ущерб, вообще сказка будет. Давлю на больное. Больше всего на свете он боится потерять деньги. Даже готов сжрать просрачку. Лишь бы не потерять средства. После монтажа я подумала, что многие из вас могут сказать, Лена, зачем ты осуждаешь? Может у человека денег нет? Нет, подписчица сказала, что деньги у него есть. Вот просто вот такой вот человек. Некий Скрудж 23 года. Позже он все-таки решил признаться. Я не хотел ничего плохого, просто пошутил так. А подписчица дала мне новую зацепку. Он своего отца боится. Он у него человек серьезный. Можешь еще им припугнуть как-то. Ну и конечно же за эту зацепочку я взялась и пишу ему. Это ты уже не мне будешь рассказывать. Твоего отца уже нашли. Посмотрим, как он отреагирует. Когда узнаешь, что его сын притворяется девушкой и разводит парней на деньги. Что же он сделает с тобой после этого? Не говорите отцу. Не надо его впутывать. Я скажу правду. Мне нужна операция. Я тяжело болен. И мне приходится так делать, чтобы собрать деньги. Лятый крыса. Это неправда. Он ничем не болен. Серьезно? Ты просто чел. Ты такой жалкий чел. Да тебя только доходит или что? Я тебе сказал, всю инфу про тебя уже узнали. Ты ничем не болен. А сейчас лишь срок себе накручиваешь. Какой же ты жалкий врать в таких вещах. Ты меня вывел. И я прямо сейчас напишу твоему отцу. Подписица хотела просто припугнуть отцом. А я подумала, а нафига? Можно реально ему написать? Не пиши отцу. Я верну все деньги. Будто у тебя выбор есть. Ты и так их вернешь. Честно скажу, подписчица не хотела впутывать в это отца. Но я ей дала понять, что пускай лучше отец не поговорит. Раз он его так боится, значит отец для него авторитет. Значит должно сработать. Я спросила ее, как связаться с отцом. И она ответила. Его папе, если только смс написать на сам телефон, могу номер дать. Что я ей сделала? Сообщение для его отца. Здравствуйте. Хочу сообщить о поступках вашего сына. Он притворяется девушкой, чтобы разводить мужчина деньги. Для этого использует фотографии своей девушки, уже бывшей. При необходимости он фотошопит ее лицо на части тела других девушек. Думаю, вы поняли, о чем речь. Для подтверждения информации спросите ее саму. Также могу предоставить переписку и иные доказательства. К сожалению, отец мне ничего не ответил. Я не знаю, прочитал он это сообщение или нет, но ответа так и не последовало. Если вдруг ответит, я сообщу вам об этом в телеграме. Короче, по шапке, я думаю, от отца он точно получит. И как мне кажется, разводить парней он перестанет. Ну, что-то мне подсказывает об этом. Проверка на бедность. Че? Хоть бы у меня получилось. То, что я задумала. Вот хоть бы он прям сел на жопу. Я рада в любом случае, что подписчица решила уйти от такого человека. Это к лучшему. Это правильно. Так нужно. Знаете, он как падальщик. Ну, а как еще его назвать? Есть просрочку. Побираются у людей. Разводят на деньги. Еще что-то. Мы сделали сегодня доброе дело. Очень доброе. Мы избавили еще одну подписчицу от плохого выбора. Так что наши проверки, наша рубрика, это замечательная возможность девушкам показать своих партнеров со стороны. Очень многие партнеры хорошие, достойные, но которые выходят в видео, да? Вы сами видите, что всегда расставаться это лучший вариант. Если вы хотите заказать проверку на верность, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там есть бот, в который вы можете оставить запрос. Вот такие вот дела. А я благодарю за просмотр. Всем спасибо и пока. Скоро увидимся.